МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня в студии АТВ-центр передача «Коммунальные платежи населения и меры социальной поддержки по жилищно-коммунальным услугам». Гости нашей студии. Татьяна Александровна Тетерятникова, директор государственного казенного учреждения Астраханской области и Центра социальной поддержки населения Тубинского района. Фарман Гамлетович Сардаров, старший помощник Ахтубинского городского прокурора. Аркадий Геннадьевич Карагодин, Астраханская энергосбитовая компания, заместитель начальника по управлению и реализации. И Татьяна Петровна Селезнева, председатель совета дома по улице Щербакова, 5. Гости представлены, тогда давайте перейдем к первому вопросу. Татьяна Александровна, давайте сразу, что такое субсидии по коммунальным платежам? И какая категория населения имеет право на эту субсидию? Добрый день, уважаемый Сергей Александрович. Добрый день, уважаемые присутствующие. Коротко расскажу, что такое субсидия. У нас есть две меры социальной поддержки. Это субсидия на оплату жилого помещения коммунальных услуг и выплата компенсации на оплату жилого помещения коммунальных услуг. Мерами данной социальной поддержки пользуются жители, это пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде, члены жилищного или жилищно-строительного кооператива, собственники жилого помещения, вне зависимости от квартиры, дом, часть жилой квартиры или дома, члены нанимателей жилого помещения под договор о найме в частном жилищном фонде. Субсидии на оплату жилого помещения коммунальных услуг предоставляются с учетом всех членов семьи. То есть есть определенный перечень документов, которые граждане предоставляют в наш Центр социальной поддержки населения. И на основании представленных документов, соответственно, уже идет решение о назначении, либо отказе в назначении субсидии, либо компенсации на оплату жилья коммунальных услуг. На сегодняшний день у нас и у нас, и я так думаю, в прокуратуру, потому что очень частые запросы от органов прокуратуры приходят к нам, очень много обращений жителей нашего города и района по факту отказа в назначении субсидий, можно я буду коротко говорить, субсидий, чтобы было проще и понятно, жителям нашего города в связи с присутствием задолженности у них по общего домы, расходам по свету и оплате капитального ремонта. Очень много данных обращений. Ну, что хотелось бы в первую очередь сказать, у нас есть федеральное законодательство, региональное законодательство, которое регламентирует порядок, сроки, формы и суммы предоставления назначения данной субсидии. Значит, у нас есть основной нормативный документ, это Жилищный кодекс Российской Федерации. И 210-249 статья Гражданского кодекса говорит о том, что собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества. Ну, по поводу нормативных документов, может быть, нам расскажет представитель прокуратуры, но коротко, если брать, значит, все граждане, у которых есть собственность, и они несут ответственность именно за уплату, своевременную уплату тех коммунальных платежей, которые на сегодняшний день в нашей Российской Федерации существуют. Значит, в случае, если у граждан имеется задолженность по оплате жилого помещения коммунальных услуг, мы, соответственно, не можем назначить. То есть, если есть такой вариант, когда у гражданина имеется задолженность по тому или иному виду коммунальных услуг и платежей, они могут заключить соглашение по погашению данной задолженности. И в этом случае мы можем на основании этого соглашения назначить гражданину субсидию. То есть, если коротко, то вот таким образом. Сейчас еще хотелось бы пояснить, что пришло нам разъяснение Министерства жилищного и коммунального хозяйства Астраханской области как раз-таки по вопросу капремонта расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Значит, обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества возникла у граждан с ноября 2014 года и обязанность по уплате за капитальный ремонт входит в те дома, то есть появляются у тех домов, которые включены в региональную программу проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Астраханской области в 2014-2043 годах. То есть, если можно посмотреть, специально руководством Астраханской области создан фонд капитального ремонта многоквартирных домов, так называемый региональный оператор, его руководитель Казакбаев Владимир Александрович, находятся они в Астрахане по улице Свердла, 65-Б. И если у граждан возникают какие-то вопросы по поводу того, входит их дом или не входит их дом в программу капитального ремонта, они могут обратиться туда и по телефонам, и зайти на электронную почту, отправить им обращение с таким видом запроса. Значит, телефоны 24-02-53 и 24-02-56. Значит, все вот эти наши накопления, все наши взносы формируются на счете фонда регионального оператора. Но также наше законодательство дает нам право, нам, как собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, выбирать способ формирования данного капитала, скажем, на ремонт нашего дома. Мы можем либо собранием своих собственников помещений, собираем общее собрание, проводим голосование за способ управления, скажем так, нашим вот этим счетом, который формируется, исходя из наших взносов. И тогда мы направляем официальное уведомление в фонд капитального ремонта о том, что наш дом, общим собранием собственников жилья, приняли такое решение, что мы будем формировать собственный фонд. Соответственно, там есть определенная процедура. Мы создаем свой счет, открываем его в Сбербанке, уведомляем компанию, вот этот фонд капитального ремонта многоквартирных домов, что мы формируем сами. И сами оплачиваем себя на счет, формируем свою накопительную часть на ремонт этого самостоятельно, на своем отдельном счете. Значит, согласно статье 171 ЖК, в случае формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора, собственники помещения обязаны в сроки, установленные законом, вносить все эти денежные средства. И, к сожалению, если есть долги по данному направлению, мы в рамках международных запросов, когда граждане приходят к нам, подают заявление на предоставление, либо в отказе поддержки по субсидии, мы делаем запросы вот в этот фонд капитального ремонта. Соответственно, те дома, которые включены в программу, у нас уже сведения нет, даже гражданам не надо самим делать эти запросы. И мы уже видим, есть ли задолженность у данного гражданина по этому помещению или нет. И, соответственно, говорим о том, что в случае задолженности мы вам не предоставляем предоставление. Татьяна Александровна, вот вы как раз и о капитальном ремонте сказали, думаю, очень хорошо. Вот скажите, пожалуйста, а капитальный ремонт дома – это коммунальная услуга или нет? Ну, в соответствии со всеми разъяснениями, которые к нам поступали, в соответствии со всеми статьями ЖК, да. То есть, ее правительство Астраханской области включило как коммунальную услугу? Хотя это услуга по ремонту дома. Да, она входит как оплату за коммунальные услуги. То есть, это надо бы, хотелось бы еще уточнить этот вопрос. Ну, я думаю, что вот совместная сегодня наша встреча как раз-таки придет к тому, что мы сделали свои соответственные запросы, является ли или не является. Нам вот как бы разъяснение поступило из Министерства жилищного хозяйства Астраханской области. Данное разъяснение нам поступило. Соответственно, мы полномочны и вправе считать на основании разъяснений. Правительство Астраханской области, которое определяет размеры через ваш департамент субсидий и прочее-прочее, приняло решение, что капитальный ремонт, от него зависит выплата субсидий. Вопрос к вам такой вот конкретный. Скажите, пожалуйста, какая часть или какая категория населения может, которые могут начислять субсидию? Какими нужно обладать параметрами? Это или возраст, или материальное положение? Нет, значит, основной параметр это, во-первых, предоставление необходимых документов для подачи. Это должен быть собственник помещения, да, обязательно. И это обязательно граждане, которые при расчете среднедушевого дохода являются ниже, их доход является ниже, чем среднедушевой на территории Астраханской области, включая всех членов семей, которые входят в состав их семьи. А по Астраханской области сколько сейчас среднедушевой? Сейчас около 9 тысяч. 9 тысяч. Точно? То есть можно так вот рассуждать, если на членов семьи среднедушевой доход меньше 9 тысяч рублей, тогда они могут собирать документы и обращаться в органы соцзащиты. Дело в том, что по каждому гражданину, по каждому обращению у нас есть определенные нормативы, определенная методика расчета именно данной субсидии, либо компенсации за оплату жилищно-коммунальных услуг. Поэтому тут каждый случай как бы нужно рассматривать индивидуально. Где-то там у кого-то получится, у кого-то не получится данной субсидии. Вот так вот, на вскидку здесь, в студии. Можете сказать, люди, которым за 80 лет, которые получают пенсию порядка 12 или 15 тысяч рублей, они имеют право на субсидию или нет? Возраст тут абсолютно не играет никакого значения, абсолютно. Здесь не регламентированы никакими законодательными нормативными документами. А вот именно доход, если 12 тысяч получает гражданин, то он уже не имеет право. Если он один член семьи, проживает одиноко проживающий пенсионер, я так понимаю, у вас данная категория, да, и доход у этого пенсионера складывается около 12 тысяч, то, к сожалению, назначить субсидию мы не сможем. Вот это уже понятно. Спасибо вам. Дадим вам немножко отдохнуть. Фарман Гамлитович, скажите, пожалуйста, какие вот основные сейчас вопросы возникают у населения по получению субсидий? Да, спасибо. Действительно, как уже отметил руководитель Центра социального обслуживания населения, очень много обращений жителей города Ахтубинска поступает в Ахтубинскую городскую прокуратуру именно по вопросу отказа в выдаче субсидий на оплату коммунальных услуг. Это значит, данные обращения начали поступать в прокуратуру, начиная с сентября 2015 года и по настоящее время. Отказ в выдаче субсидий по коммунальным услугам именно по электроснабжению, а также по ОДН. Основная часть, ну, основная масса обращений, конечно, по ОДН. Соответственно, при наличии задолженности по ОДН субсидий не может быть предоставлено. Это предусмотрено жилищным кодексом, статья 159. Что касается начисления платы за коммунальные услуги по ОДН, соответственно, здесь прокуратурой на протяжении нескольких лет проводится проверка. В части начисления платы со стороны энергозапитовой компании нарушение не установлено. Почему? Потому что, значит, обязанность по внесению платы собственниками, соответственно, правилам предоставления коммунальных услуг, утвержденных по установлению правительства 2011 года, номер 354, предусматривает обязанность оплаты с 23 по 26 число каждого месяца. Соответственно, в каждом доме есть добросовестные плательщики, есть недобросовестные. Как правило, добросовестные плательщики – это пенсионеры. Что касается иных собственников, то есть, как показывает проверка, основная масса жильцов своевременно показания индивидуальных приборов учета не предоставляет в энергозапитовой компании. То есть, с 23 по 26 число каждого месяца. Соответственно, в соответствии с правилами, с пунктом 59 правил, энергозапитовая компания начисляет плату по среднемесячному нормативу. В связи с этим и увеличивается объем платы за ОДН. Соответственно, большинство поступивших обращений – это обращения пенсионеров. Для того, чтобы разрешить данную ситуацию, прокуратурой в ноябре этого года внесено представление руководителю ПАО «Астраханская энергозапитовая компания» в части того, что должностными лицами ПАО, которые, соответственно, осуществляют деятельность на территории Ахтубинского района, не проводятся проверки состояния, технического состояния индивидуальных приборов учета. То есть, данная обязанность на исполнителя возложена пунктом 82 правил. То есть, исполнитель – это энергозапитовая компания. Соответственно, в соответствии с пунктом 82 правил, они обязаны проводить проверки не реже одного раза в год. Если можно, я тогда уточню. Житель, который есть собственник жилья или наниматель жилья, у него приборы учета счетчик должны ежегодно проверять? Проверяться, да, соответственно. Ну, там как бы в данном пункте еще прописано, что не реже одного раза в 6 месяцев можно проводить также проверки тех приборов учета электроэнергии, которые установлены в местах общего пользования. Соответственно, те дома, в которых установлены эти счетчики в местах общего пользования, легче их проверять. То есть, не надо стучаться в дверь, уведомления соответствующие направлять собственникам, да. Вот. Чтобы вот эту проблему обойти, соответственно, энергозапитовой компании легче проводить проверки по тем приборам, которые установлены в местах общего пользования. Да, конечно. Вот. Те люди, соответственно, те граждане, которые воруют, да, электроэнергию, там, кто-то своевременно не представляет показаний, у кого-то счетчик вообще не работает, да, там, он старый, там, введен в эксплуатацию в каких-то 60-х, 70-х годах, тем не менее, здесь сложность. Да, энергозапитовая компания мотивирует эту тему, что собственники жилых помещений, они отказываются открывать дверь, вот, доступ в квартир нет, соответственно, и проводить проверки не представляется возможным. Расширите, я вас перебью. А кто не отказывается? Вот, например, много жителей, которые не отказываются. И я вот продолжаю потом вашу мысль, когда вы закончите. Сразу вопрос. Сергей Лисеевич, опять же, опять же, это мотивировка тем, что пенсионеры, да, они не отказываются, потому что они добросовестные плательщики. Отказываются те, соответственно, у которых установлены, как всем известные, магниты, там, антимагниты, там, и так далее. Вот. У кого, значит, все нормально с прибором учета электроэнергии, соответственно, он и будет разрешать доступ к своим приборам учета. Но это если они в квартире стоят, а если они на личной площадке? Соответственно, вот почему и внесено представление, значит, в энергиозно-бытовую компанию, вот, в частности, по тем домам, где установлены приборы учета в местах общего пользования. Здесь не надо, значит, беспокоить никаких собственников. Соответственно, они пришли, проверили, сняли показания счетчика. Из этого уже можно будет, я считаю, сделать вывод. То есть, кто именно не представляет, на кого, значит, возложена обязанность. Вот, в принципе, вот, единственный вот выход из этой ситуации, вот, хотя бы, хотя бы начинать проводить проверки технического состояния данных приборов учета. И получить, соответственно, показания индивидуальных приборов учета. Я думаю, Аркадий Иначе тоже, в принципе, нам разъяснит, каким образом это может происходить. То есть, законом на них это возложено, на исполнителя. Почему она исполнит? Потому что у нас по всему городу жителями, соответственно, жильцами многоквартирных домов напрямую заключен договор энергоснабжения. Аркадий Иначе, вопрос к вам такой, вот, интересный, из выступления Фармана Гаммлетовича. Год назад, два года назад были везде объявления, вам нужно заменить электросчетчик, он у вас устаревший, и так далее, и тому подобное. Это было общее объявление ко всем жильцам, потому что он у вас... Да, это управляющая компания вывешивает. Да. Вот на сегодняшний день, будьте добры, скажите, пожалуйста, как действительно правильно проверяете, ваша энергосбитовая компания проверяет счетчики, и когда действительно вы выписываете то ли документ, то ли постановление, то ли какое-то на то, чтобы счетчик нужно было бы заменять. Да. Для начала я хотел бы пояснить позицию астраханской энергосбитовой компании в вопросе проверок именно индивидуальных приборов учета. Потому что позиция, и мы обосновываем это, и в прокуратуру подавали эти данные, и обосновываем это тем, что астраханская энергосбитовая компания не является в полной мере исполнителем коммунальных услуг. То есть мы являемся ресурсоснабжающей организацией. Граница раздела между собственностью жителей, то есть общедомовой электрической проводкой, и электросетями сетевой компании находится на общедомовом приборе учета. Если общедомового прибора учета нет, то граница располагается по границе дома, по окантовке дома. Это все оговорено в 491-м постановлении правила содержания общего имущества. Далее, содержание контролеров должно быть заложено либо в тарифах, если речь идет об энергосбитовых компаниях, либо если об управляющих, то есть платят за тех содержания. В тарифы на сегодняшний день контролеры закладываются в сетевую компанию Астрахан Энерго, Мирска Юга. Но тем же законом определено, что содержание контролеров вкладывается в тариф по признаку балансовой принадлежности. Поясню, что это. То есть это означает, что вот электрические сети Астрахан Энерго, на содержание этих сетей и подключенных абонентов к ним, вот вам выделяется контролер. Давайте так. Куда поступают денежки? Вот заплата за электроэнергию куда поступает? В энергосбитовую компанию или в Астрахан Энерго? Смотрите, деньги поступают в энергосбитовую компанию и потом распределяются генератором, те, кто вырабатывает электроэнергию, 50% тарифа. 45% тарифа отдается в сетевую компанию Мирска Юга. Там потери, там содержание энергооборудования и 5% остается с бытовой компанией. Ну это как вы распределяете, мы не будем сюда вникать. Вопрос. Договор вы заключаете с собственником жилья. Вот я помню, на двух листах, примерно такой желтенькой бумажки, был договор, что платят вам. Но вы же исполнитель тогда получается. На желтенькой бумажке тогда был договор с частным сектором. То есть это является, допустим, у нас Ахтубинский район большой, есть и частный сектор. Да, у них граница идет с Астрахан Энерго по индивидуальному прибору учета. Да, частный сектор, вопросов нет. Но в многоквартирном доме это уже проблема. И министр ЖКХ, насколько мне помнится, в нашей Астраханской области приезжал, он эту проблему также описывал, и по телевидению это показывали. То есть здесь не урегулировано именно на уровне законодательства, вот именно содержание этих контролеров, что касается многоквартирных домов. Поэтому проблема. Ну, смотрите, я даже вот раз речь зашла о контролерах, да, содержание контролера, да, то есть это должны быть заложены какие-то средства. Либо в тариф там, допустим, либо в сплату за тех содержания. Я согласен, давайте так, контролеры, деньги, все, но мы сегодня говорим о субсидиях. Если мы сейчас увлечемся контролерами, мы далеко с этим. Нет, давайте я вам скажу сейчас, секундочку, про контролеров, именно вопрос зашел, что может быть и не нужно содержать контролеров? Это же ведь в карман абонентов залезут опять, или управляющие компании, или тариф. Нужно, нужно, я считаю, на сегодняшний момент привести свои дома в конечном итоге в порядок. Мы к этому придем однозначно, рано или поздно. Просто это может быть идти трудно через огромный ОДН, через невыплаченные субсидии, либо это можно сделать сейчас, да, нужно что-то, затраты какие-то понести. Но один раз привести в порядок и забыть про эти ОДНы навсегда. И таких примеров масса. А откуда вот может возникнуть большая задолженность по ОДН? Ну, как, откуда? Вот смотрите, мы как считаем. Мы считаем в соответствии с 354-м постановлением правительства, правила коммунальных услуг. Там есть формула 12-я, так называемая. То есть, если установлен общий счетчик на дом, считается следующим образом. Ну, расскажу грубо, как бы без... Хорошо. Берется... Подождите секундочку, давайте, тогда уж раз вопрос задали, я же должен ответить на него. Как считается? Берется общедомовой прибор учет, 1000 киловатт, грубо берем, посчитали. Так, жители нам принесли, да, и подали, заплатили и так далее на 800 киловатт. 200 киловатт у нас остаток. И вот эти 200 киловатт, они распределяются на каждую квартиру. А кто будет разбираться, кто из жителей не заплатил? Ведь жители вам принесли, значит, с квартиры номер 3, 4, 5, 8, а жители с квартиры 22, 24 и 17 не принесли. В этом случае законодательство пишет, да, 59, по-моему, пункт, 154, если абонент в текущем месяце не представил свои показания или в определенный срок с 23 по 26, ему производится начисление по среднемесячному потреблению. Берется его промежуток потребления где-то в районе года, ну или там за полгода, там ситуации разные. Считается среднемесячно и ему производится начисление. Если у абонента нет прибора учета вообще, то ему начисляется по нормативам. Кстати, сейчас нормативы, вот каждые полгода на них уже действует коэффициент повышающий, вот эти полгода 10%, следующие полгода будет 20% с нового года, то есть и так постепенно будет увеличиваться, так скажем, расход. Я все-таки задам вам конкретный вопрос, ну если в многоквартирном доме собственник жилья там или наниматель может платить в среднем от 500 до 1000 рублей за электроэнергию как частник, почему к нему могут приходить общедомовые начисления в сумме 1000 рублей, 10 тысяч рублей, 7 тысяч рублей, может такое быть или нет? Ну 7 тысяч это может только в результате накопления, то есть если с 12 года он не платил, то у него действительно может быть долг 7 тысяч, если дом, ну скажем так, неблагополучный, в плане нет там ни хозяина, кому смотреть нет. То есть в течение года приходили сначала на 30 рублей, потом еще на 60 рублей? Смотрите, есть текущее начисление, это 30 рублей за месяц, да, а есть задолженность, то есть она накапливается, она может по накоплению быть там, ну большие цифры, может быть. Уважаемые гости студии, раз мы коснулись этого вопроса и больших общедомовых начислений, давайте посмотрим сюжет. Добрый день всем присутствующим, мой вопрос касается ОДН. Я пока ехала сегодня, вот сюда на пресс-конференцию, поступила несколько звонков. Вчера получили квитанции за квартплату и сразу 1700 за ОДН, 2200, но оказывается это не самые оригинальные подарки от энергосбытовой компании. 5,5, 7 тысяч, и это не предел. Недавно у нас одному жителю города выставили 11 тысяч за ОДН. Благо он оказался чиновником достаточно высокого ранга в масштабах нашего города, который имеет опыт общения с подобными структурами, знает и умеет читать законы. А как быть простым людям, которые не знают, откуда появляются эти цифры, не умеют побороться с энергосбедовой компанией, коммунальщики сегодня подают на суд, на неплательщиков. Льготникам очень тяжело оформить в таких условиях субсидии, но и вообще страдают просто законопослушные плательщики. Можно ли побороть произвол энергосбедовой компании? Спасибо. Ну, вообще в такой форме неожидан для меня вопрос, потому что мне казалось, что мы все здесь уже отрегулировали. Это было в прошлом году, в этом году возникало в начале года по ОДН путаницы и такие цифры. Я не знаю, что за революция там произошла в умах вашей компании в Знаменске, но я думаю, что поправим. Тем более, что система контроля сегодня отработана. Слово жилищного надзора, значит, быстренько после пресс-конференции подойдете, разберитесь туда бригаду и наведите полный порядок. Это действительно безобразие полное, эти расчеты, которые делают с потолка. И сегодня у нас есть телефоны горячей линии, их там несколько, 5 или 6, я уж не помню, когда нужно сразу сообщать. Сразу сообщать и никакой проблемы здесь не будет. Это в начале было, когда они сопротивлялись, когда они, в общем-то, все издержки, которые несут от нерадивых неплательщиков или потерь, которые у них возникают, они все переводили на ОДН. Но мы модель и парадигму действия отработали, у нас, в общем-то, уже в таких нештатных ситуациях редко происходит, но вам поможем обязательно. Давайте тогда выскажемся по этому поводу. Кто может быть? Вы можете высказать или выформовать, или у вас какие есть вообще начисления? Ну, я хочу сказать по своему дому. Мы тоже столкнулись, у нас одно время были безумные общедомовые начисления. Люди все возмущались, все ходили в энергосбытовую компанию, разбирались. Вот. Ну и в конце концов мы на собрание приняли такое решение. Вот. В первую очередь мы, значит, собрали деньги и за свой счет отремонтировали все коммуникации электрические. Значит, произвели замену и ремонт общедомовой, счетовой. Затем мы, значит, выявили, у нас были квартиросъемщики, у которых вообще отсутствовали счетчики. Затем были такие квартиросъемщики, у которых сорваны были пломбы. Но в основном все счетчики были старые уже, срок эксплуатации вышел. Мы приняли решение и дружно все поменяли, ни год, ни два мы меняли. Мы в течение двух месяцев, управляющая компания нам помогала, как бы, в замене, но за наши средства. Мы поменяли, отремонтировали все счетовые. Затем, значит, третьим этапом уже у нас было, мы, значит, приняли решение по приборам учета. Затем, значит, мы заключили договора Интеском в каждом доме, Ростелеком. Это тоже идет на общедомовые счетчики. И, значит, у нас единственная компания, которая по общедомовым у нас, значит, не оплачивает, это, значит, домофон. Но еще, значит, мы заметили то, что люди некоторые, значит, недобросовестные, но делают ремонт в квартирах и включают, значит, в розеточку от домофона и производят ремонт в своих квартирах. Вот, это тоже идет на общедомовой счетчик. Это мы все выявили. И на сегодняшний день мы не платим такие ни тысячи, там, ни 700 тысяч. Сколько у вас составляют? Ну, у нас вот выходит 50-60 рублей вот в месяц. Ну, бывает там иногда там побольше в летний период, может быть, кто-то там. Ну, в связи с тем, что мы сейчас газифицировались, вообще у нас как бы сейчас этих проблем нет. То есть у вас в норме? Мы все привели в порядок, мы все привели в порядок. Вот многие встречают меня, спрашивают, вот как вы добились, я всем объясняю, что все зависит от нас. Вот скажите, пожалуйста, а у вас есть такое правило, как по улице Жуковского, дом 24, там каждый месяц в подъезде есть показания счетчика, выписывается, старший дома выписывает, и люди платят по этим показаниям, которые сняты человеком. Да, ежемесячно. Ну, ранее я сама это все делала, но сейчас у нас вот старшие подъездов определились, и каждый месяц они снимают показания, каждый месяц мы подаем эти показания в энергосбытовую компанию, ежемесячно. Вот, и плюс еще выявляем задолжников. Ну, на сегодняшний день у нас задолжник один, единственный человек, это муниципальная квартира. Я не знаю, почему до сих пор мер никто не принимает, это уже годами люди не платят, и не собираются платить, и никто... Там кто-то проживает или нет? Да, там проживает семья, вот, которая ни за что, она не только, она не платит ни в центр, ни в энергосбытовую компанию, никуда, и никто мер с ними... Татьяна Петровна, давайте вот прямо здесь, в эфире, я вам говорю, если это муниципальная квартира, вам нужно обратиться в муниципалитет, значит, потому что они снимают жилье, они квартиры съемщики, муниципалитет разберется, чтобы они оплатили, не оплатили, их будут то ли принимать... Мы обращались. Совершенно верно. Мы обращались. Ну, это решение администрации города. Я хотел бы добавить... Аркадий Геннадьевич, тогда давайте мы по сюжету все-таки... Ой, Аркадий Геннадьевич, вот скажите все-таки, могут ли быть такие... Тут хорошо у них, могут ли быть такие задолженности в 7-15 тысяч рублей по общедомовым начислениям? Задолженность может быть такая, начисление ежемесячного вряд ли, такого невозможно. Ну, 7 тысяч, это если поделить на 4,40, там больше тысячи киловатт, ну, это просто невозможно. Вот. Я хотел бы дополнить Татьяну Петровну, да, то есть она, в принципе, правильно сказала, как старший дома взяли в руки свой дом, навели порядок. И по вопросу УДНов, какие должны быть? Вот я сам проживаю в девятиэтажке, ну, у меня ТСЖ, правда, да, но у нас тоже есть УДНы. Вот. Мой платеж составляет в районе 100 рублей, то есть, казалось бы, много, но при этом у нас есть лифт, мы знаем, сколько он потребляет. Я знаю, что у нас лампочки в подъездах, энергосберегающие. Я знаю, что у нас подкачивающий насос, чтобы тепло было зимой, да, чтобы помогало отоплению. То есть это в районе нормальном, да, там. Ну, то есть у вас вот 100 рублей, да? 100 рублей. Вот я делал выборки, да, по благополучным, скажем так, домам. Там, допустим, Щербакова 20, да, у них от 50 до 100 рублей тоже, это дом с лифтом. Там тоже занимается старший дом, молодец, то есть он с самого начала взял в руки свой дом. С Иолковского 8, поэтому дома у нас было очень много. Спасибо. Вот если вы перечислили пару домов, ну давайте мы вернемся все-таки к субсидиям. По коммунальным платежам. Да, вот есть жалобы сейчас у прокурора. Вот Татьяна Александровна, мы говорим сейчас о субсидиях. Да, благополучно, хорошо. Татьяна Александровна, пожалуйста. Ну, значит, хотелось бы в первую очередь еще обратиться к нашим жителям, которые приходят к нам и непосредственно утверждают о том, что между Центром социальной поддержки населения и Астраханской энергосбертовой компанией заключено соглашение, либо даже какой-то договор о том, что те, кто не оплачивает ОДН, не получат субсидию. Я думаю, Аркадий Геннадьевич тоже подтвердил сейчас в присутствии в этом эфире о том, что такого соглашения нет. Есть жилищное законодательство, которое исполняем мы, и наши нормативные документы. Значит, вот единственное, как бы, предложение все прекрасно, все слушают Аркадий Геннадьевич, говорят, да, вот молодцы, очень прекрасно работает дом Татьяны Петровны, но получается фактически законодательно, да, здесь нужно подходить с точки зрения законодательной инициативы. Я считаю, что необходимо увеличивать роль за контролем, то есть увеличить контроль вот этих энергосбертовой компаний, да, снабжающих, которые, как вы говорите, контролеры. Действительно, фактически получается так, что законно предусмотрено, что мы, как собственные помещения, обязаны всю эту работу выполнять сами. Тогда, простите, для чего у нас идет энергосбертовая компания и просто, как бы, начисляет, выставляет, считая долги. Вот по поводу, тоже у меня вопрос к Аркадию Геннадьевичу, пользуясь случаем, да, когда предоставляются справки по задолженностям, да, непосредственно почему-то в справках пропишется задолженность за электроэнергию, а не за ОДН, а когда граждане фактически приходят к вам в компанию, им говорят, у вас по ОДН вот такая-то задолженность, заплатите, они оплачивают, им выдают вот эти справочки. Почему пишется электроэнергия, а не ОДН, Аркадий Геннадьевич? Ну, дело в том, что ОДН и индивидуальное потребление, это тоже электроэнергия. И, в общем, это представляет коммунальную услугу электроэнергии. То есть, нет коммунальной услуги отдельно ОДН. Аркадий Геннадьевич, давайте мы все-таки здесь разберем. Не согласен, да, я тоже не согласен, Сергей Геннадьевич. Вот есть индивидуальное потребление электроэнергии, которое платим вот мы все, а есть общедомовые. Почему ваша компания не различает это? Ну, задолженность считается полностью по электроэнергии. А в чем проблема? Начисление отдельно. Хорошо, Аркадий Геннадьевич, в чем проблема выдавать справку? Значит, задолженность по личному потреблению не имеется. Задолженность по общедомовым начислениям там 158 рублей. Грубо. Это надо рассчитывать, потому что, смотрите, если законодатель... Почему рассчитывать? Нет, послушайте. Если есть коммунальная услуга электроэнергия, туда входит в том числе и ОДН. То есть, у нас и программный комплекс, и в компании так считается, что задолженность считается общей. То есть, у нас нет разделения задолженности и ОДН. Подождите, подождите, подождите. Тогда такой вопрос. Давайте мухик, муком, какие-то капли. Тогда такой вопрос, Аркадий Геннадьевич. Вот в справках о наличии задолженности у вас указывается, какая сумма? Сумма задолженности за электроэнергию, потребленную индивидуально, либо за ОДН? Все вместе. Не может быть. Если есть задолженность за электроэнергию, значит, там будет задолженность и за электроэнергию, и за ОДН. Это во-первых. А во-вторых, вопрос, а на что это повлияет? Если будет... Это влияет на то, что у людей складывается такое впечатление, что... Вы представитель закона. Скажите, пожалуйста, как, в принципе, тогда положено? Я считаю, что это неправильная форма. Конечно, это законодательно, это непредусмотренная справка. Она в произвольной форме выдается. Тем не менее, для разъяснения, для тех же пенсионеров, для пожилых людей, я считаю, что необходимо указать именно, дописать туда слово ОДН. Потому что люди также к нам обращаются, как письменно, так и устно, где пишут, что у меня задолженности по индивидуальным приборам учетом, то есть задолженность за потребленную электроэнергию индивидуальной, нет. Да, может быть, есть ОДН. Мы рассмотрим с этим. Нет, я не согласен, но мы можем рассмотреть этот вопрос, как бы определиться. Стоп, стоп. Если вы не согласны, значит, тогда на вас нужно писать жалобы. Ну, смотрите, вот, давайте пойдем дальше немножко, посмотрим, да? Не просто мы зациклимся на этой справке. Вот у меня тогда вопрос. Татьяна Александровна, скажите, вот если будет справки разделено ОДН и электроэнергия, вы дадите субсидию? Тут не в этом речь даже. Нет, а вы дадите субсидию или нет, скажите? Не вы дадите. Назначение не будет произведено. В случае наличия задолженности по любому виду жилищно-коммунального услуга. Она вытекает одно из вопросов. Давайте так, дело вот в чем, что любой гражданин, который оплатил электроэнергию 800 рублей, а потом у него причина числения, пусть даже на 350 за ОДН, он имеет право, если у него разграничены эти вот, обратиться в суд, если он не нашел правды здесь или здесь. Вы согласны с этим? Конечно, обязательно. У него должен быть документ, за что он заплатил, за что у него не оплачено. Только справка эта для суда, она большого значения не будет иметь. То есть абонент должен облатиться, а абонент обращается к нам. Это проблема суда. Нет, смотрите, абонент обращается к нам, а мы ему даем полный расчет за каждый месяц ОДН и со всеми. Справка она не показывает, показывает общую задолженность. Аркадий Геннадь, скажите, пожалуйста, в чем проблема всего лишь за один месяц? Собственнику жилья или нанимателю выдавать нормальную справку в соответствии с действительностью. В чем проблема? Нет, ну пусть обратится, но мы рассмотрим. То есть пусть люди обращаются. Она для чего ему? Непонятно, понимаете? Это его право. Субсидию ему не дадут. Почему вы нарушаете право человека? Я не нарушаю прав никаких. Никаких правов он нарушает. Ну какие права мы нарушаем? Он заплатил, а здесь он может быть у него принципиально. Ну какие права нарушены нашей компанией, скажите? Вы начисляете и за то, и за то и пишите в одном. Ну где написано, что нужно разделять? А где это не написано? Нигде не написано. Вы дайте объективно. То есть на вас нужно жаловаться? Нет, ну нужно жаловаться. Аркадий Геннадьевич, да, я действительно вот здесь, с этим круглым столом говорю. Если уважаемые жители, собственники жилья или наниматели вам не дают справку в соответствии с действительностью об оплате индивидуального потребления электроэнергии и общедомовых начислений, вы вправе обращаться в правоохранительные органы. Да пускай сначала к нам обратятся, мы дадим информацию, расшифровку, карточку абонента, там все видно. Проблемы нет. Нет проблем. Ну задолжь будет там общая, а не разделенная. Я хотел добавить еще как разъяснение законодательства для, соответственно, жителей города Ахтубинска, в том числе Ахтубинского района, что разрешение данного вопроса, соответственно, по ОДН, относится к исключительной компетенции службы жилищного надзора Астраханской области. То есть прокуратура, да, это надзорный орган, соответственно, люди обращаются также и к нам и могут обращаться, имеют на это право. Но тем не менее хочется довести до сведения жителей, что в первую очередь первичную жалобу необходимо направлять именно в адрес службы жилищного надзора Астраханской области. То есть, начиная, насколько мне известно, с 2014 года, у них создана специальная служба, то есть имеются квалифицированные специалисты обученные, которые именно разбираются в законности, обоснованности начисления платы по ОДН. То есть, вот хотелось бы тоже довести до сведения. — Арман Гамович, у меня к вам сразу вопрос. Вот скажите, пожалуйста, вот у вас много поступает жалоб от жителей нашего города, района. Скажите, пожалуйста, какая взаимосвязь вот с общедомовыми начислениями и с личной уплатой за электроэнергию? Есть или нет? В чем суть жалобы в основном? — Ну, в основном суть только по ОДН. Исключительно. То есть, единичные могут быть обращения, единичные по электроэнергии, именно по потребленной индивидуально. Хотя таких обращений я не помню. — Таких и мало. — Таких и не будет, исключительно уже начиная с 2013 года поступает только по ОДН. — То есть, это два вида платежей. Индивидуальный и общий. — Нет, вы-то не надо, запутаетесь. — Нет, плата, она одна, соответственно. — Но вид платежа. — Ну, не сказать, что вид, но оно как бы одно из другого и вытекает. То есть, там человек платит за электроэнергию, потребленную, соответственно, индивидуально, и за общедомовое домовое. — Да-да, Фарман Гамманович, к вам вопрос, как работнику Ахтубинской городской прокуратуры. Скажите, пожалуйста, всегда ли общедомовые начисления являются объективно законными и правильными по электроэнергии? — Ну, по поводу объективности, да, я считаю, что это не объективно. — Ну, не совсем, может быть. — Да, не совсем, поскольку сразу видно, что она сумма превышает в самые предельные. Вот. Здесь, вот, как я уже отметил, я считаю, что необходимо хотя бы начинать с того, чтобы проводить проверки показаний индивидуальных приборов учета. Только тогда энергоцептовая компания может хотя бы сделать вывод, как бы для своей организации, в чем заключается проблема. Соответственно, мотивировка, что нет контролеров, там, штатные единицы и так далее. Но ведь законом возложена обязанность. Вот как вы уже правильно отметили, что есть договор энергоснабжения, заключенный между жителями, ну, между гражданами и энергоцептовой компанией. Там прямо написано, кто, прямо указаны обязанности исполнителя и обязанности потребителя. То есть мы не можем, как бы, обойти данные обязанности. Здесь она законом возложена, также возложена договором. Вот. Я считаю, что здесь энергоцептовая компания, как только приступит к выполнению обязанностей именно в данной части, и плюс к этому, соответственно, и жильцы должны в этом принимать участие, да, как уже отметили, с там, проведением собрания, там, проведением в соответствии, там, электропроводок, там, замен электросчетчиков. Только тогда эта проблема разрешится на территории, по крайней мере, города активности. Ну, вот вы упор делаете на энергоцептовую компанию, но я вот приведу пример, вот, действительно, по улице Щербакова 5, где жильцы взяли из этого дела, и улица Жуковского 24, там тоже силами управляющей компанией в этом году произведена... И по миллиараторам тоже есть один дом. Есть такие примеры, да, они привели электрическую часть дома в порядок, каждый знает, кто сколько платит, и там есть более-менее порядок. Ну, и вам тоже, Аркадий Геннадьевич, надо в этих вопросах. Татьяна Александровна, вот к вам вопрос. Какой размер, все-таки, составляет субсидия, вот, по коммунальным платежам? Она рассчитывается из расчета каждого дома, каждого жильца непосредственно, потому что там и количество проживающих, и доходы проживающих, членов семьи рассчитывается, и общая площадь помещения, там очень большая, так, скажем, формула, по которой производится расчет. Ну, в среднем она даже, чтобы... То есть у каждого индивидуально? У каждого индивидуально, у каждого гражданина, который обращается, она своя. И еще такой вопрос к вам. А вот скажите, пожалуйста, техобслужение дома, которое мы платим в управляющую компанию, вот, которая у нас есть, это тоже есть задолженность по техобслужению дома? По любому виду задолженности, относящиеся к коммунальным платежам, если есть задолженности, к сожалению, мы не сможем назначить субсидии, будет отказ. А вот Татьяна Александровна, да, и вот Фарман Гамманович, вам сейчас, Татьяна Петровна, у вас какой-то вопрос, да? Да. Сейчас две секунды буквально, я к юристам и к специалистам задам вопрос такой. Все-таки жителям, которые на сегодняшний день, у нас же не будем скрывать, не все платят пока за капитальный фонд капитального ремонта. Кто-то еще не определился с оператором, кто-то не определился с счетом, но не все платят, будем так говорить. Если они не согласны с тем, что фонд капитального ремонта задолженность туда, ну, не должна входить, по крайней мере, для выплаты субсидии, куда им можно обратиться? Я считаю, необходимо обратиться в службу жилищного надзора Астраханской области, либо в Министерство ЖКХ Астраханской области, соответственно, которое разработало соответствующее письмо, которое по местам направило. И служба жилищного надзора – это контролирующие органы. В первую очередь необходимо обратиться в службу. И нас тогда рассует. И вообще, если личное мое мнение такое частное, у нас очень большой путь от потребителя коммунальных услуг, от того организации, которую производят. То есть тот, кто производит электричество, грубо говоря, перепродает какому-то еще одному человеку, одной организации, и те уже распределяют, насчитывают и все остальное. Вот если бы у нас был менее короткий путь, у нас были бы меньше тарифы, у нас было бы меньше вопросов по назначению, по всем этим коммунальным платежам. Это вот лично мое такое мнение, которое нужно, возможно, законодательным образом где-то закреплять, менять жилищный кодекс. Это очень сложно, это очень длительный процесс, но это надо делать. А чем меньше посредников, тем будет гораздо... Да. Чем будет дешевле тарифы, тем будет проще работать. Так, решите. Татьяна Петровна, вот вы как раз рветесь в бой, скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. А как можно определить или установить, кто, вот вы же определяли в доме, кто вас присваивает электроэнергию? Ну как, мы... Я уже объясняла и говорила, что мы выявили, кто вот ворует электроэнергию, ну и отсутствие счетчиков, отсутствие пломб на счетчиках. Но дело в том, что вот плохо, что контролеры не ходят и не проверяют. Вот, не проверяют этого. Мы сами выявили, безэнерго с бытовой компанией мы все выявили. И ранее у нас постоянно отключался свет, постоянно что-то выбивало, постоянно все... Вот, сейчас мы живем спокойно, вот. И у нас счетовые, мы повесили замочки, чтобы туда как бы никто не влазил. Ну, бывает, жильцы там открывают сами, что-то там делают, подключают. У нас там вот есть квартира, которая электросенсорную плиту поставили. Вот, ну, многие не понимают, что вот они, когда устанавливают приборы, там, можно, конечно, 10 поставить сплит-систем, но люди не понимают, что все, кабель весь старый, что все это может возгореться и все. Вот, у нас, конечно, благодаря вот управляющей компании «Горница», у нас заземление сделано в доме, все. Ну, я уже говорила, все зависит от людей. У меня просто вот вопрос, Татьяне Александровне, у нас такая ситуация на доме создалась. Ко мне вот пенсионеры обратились, я в пятницу ходила к вам, к сожалению, вас не было, я обратилась там к старшему отделу, но мне не ответили на эти вопросы. Вот, в первый кабинет сдавали также документы на субсидию. Кто там раньше сдал, с них не требовали оплату капитального ремонта. Вот, но я думаю, что, хотя вот пенсионерам объяснили, если вы не подадите документы по оплате капитального ремонта, вы субсидии не получите. Вот был такой ответ. У нас такая ситуация, мы очень хотим платить за капитальный ремонт, но из-за того, что вот отношения, я считаю, что виновны в этом соцстрахование и региональный оператор. Значит, одно время там не было регионального оператора, там уволился, потом пока пришел другой. Мы заключили одним из первых договор на капитальный протокол, и все отправили в администрацию города, в управляющую компанию. Но, но, я что хочу сказать, то, что мы изначально выбрали Россельхозбанк. Затем, после того, как тендер не выиграл Россельхозбанк, мы собрали собрание, протокол и все. Но я не буду занимать время. Мы все отправили, все как положено, все сделали. Но нам, значит, с июня месяца начали приходить, у меня все вот и документы, что у нас счет открыт Московский индустриальный банк. И вы уже тогда производили платежи? Нет, мы не можем произвести платежи, я вот уже бьюсь-бьюсь кругом, и все нам обещают. Из-за того, что соц. страхование, ой, соцзащита, они присылают нам квитанции на Россельхозбанк. Социальные гарантии. Социальные гарантии, извините. Из-за того, из-за того, что получилась вот такая ситуация, люди пошли уже по этим квитанцам Россельхозбанк в пятницу, все пенсионеры, и оплатили в Россельхозбанк. Чтобы теперь вытащить эти деньги с Россельхозбанка и перевести на счет Московского, надо полгода нам. Полгода уйдет. Вот, поэтому я вас прошу, разберитесь в этой ситуации, пожалуйста. Ну, уже теперь, как говорится, все оплатили пенсионеры. Ну, человек 10 есть, 10-15 есть человек. У нас 7-10 квартир. Татьяна Петровна, значит, я вас поняла, услышала вашу проблему. Значит, дело в том, что, к сожалению, разбираться с банками Российской Федерации, это не наша полномочия, не наша компетенция. Россельхозбанк, Московский индустриальный банк, к сожалению, да. Мы в таком отношении работаем? Только по закону. Предоставили документы, деньги федеральные. Проверяют нас за расходование целевой и нецелевой данных средств, все соответствующие кому положено структуру. И, к сожалению, если, допустим, мы примем у вас эти документы, то это будет нарушение закона. Это будет нецелевое использование федеральных средств. В этой ситуации у вас выход такой, что только добиваться, как вы говорите, того, что необходимо перевести деньги из банка в банк. Тут ситуация такова. Вы меня немножко не поняли. Я хочу вас спросить. Вот если, например, за капитальный ремонт пенсионер не заплатит, он получит субсидию? Если гражданин не предоставляет документы, подтверждающие произведенные затраты по капитальному ремонту, либо по любой жилищной услуге оплатит коммунальные услуги, к сожалению, гражданину будет отказано в предоставлении субсидий. Татьяна Александровна, речь идет вот о чем. Мы теперь заплатили пенсионеры в Россельхозбанк. Я считаю, что данная ситуация нужно разбираться. Я поняла. Квитанции, если предъявят, пожалуйста. Если квитанции будут предъявлены по оплате. Если пенсионеры предъявят квитанции в Россельхозбанк, что они оплатили капитальный ремонт, с ними разговор будет. Да я вам и объясняю. Это личная ситуация, которую нужно рассматривать индивидуально, не здесь. Это не Россельхозбанк. Просто люди уже, пенсионеры вынуждены. Я вас услышала. Татьяна, вы обещали, что разберутся в этом вопросе. Есть квитанции, есть даже в Россельхозбанк разберутся. Аркадий Геннадьевич, я прошу вас еще один такой вопрос. Скажите, пожалуйста, все-таки, будут ли приборы учета обслуживать ваши работники или проверять? Ну, хотя бы я это. Я еще раз хочу пояснить. Я вначале говорил программы об этом. То, что Астраханская энергосбитовая компания не является в полной мере исполнителем коммунальных услуг. Поэтому ходить, проверять приборы учета мы не будем. Кроме общедомовых приборов учета. Кто имеет право это делать? Это имеет право делать. Это могут жители с управляющей компанией, включить в договор управления или обслуживания, платить деньги за этих контролеров. Но зачем это нужно? Я еще раз хочу призвать всех. Мы речь идем о техническом состоянии приборов учета. О техническом состоянии приборов учета. А прибор принадлежит жителю по закону. Он принадлежит собственнику. И собственник обязан по закону смотреть за своим прибором учета и содержать его в исправном состоянии. Он обязан его установить по этому. Но если он это не сделал, то ответственность ложится на него. Почему мы всегда ищем крайних? То есть они должны нам сделать, они должны пройти, они должны прийти. Да наведите порядок в доме, и все будет хорошо. Собственник должен содержать. С этим я согласен. Но проводить проверки технического состояния, я уже в третий раз повторюсь, это обязанность. По крайней мере, как законодательно, так и в актах прокурорского реагирования. На это мы все прописали, что это возложена обязанность на исполнителя услуг. То есть если что-то будет непонятно, вот я могу к вам подойти, Фармен Гамманович? Да, соответственно, прокуратурой 19 ноября внесено представление. Представление прокурору в соответствии с законом и прокуратурой рассматривается в течение одного месяца. Как только поступит ответ на данное представление, тогда вы можете ознакомиться с его результатами. Да, будет решение. Уважаемые наши гости, вот наша передача должна когда-то подходить к концу. Что мы еще с вами не осветили по коммунальным платежам и о мерах социальной поддержки по жилищно-коммунальным услугам? Можно мне обратиться к жильцам нашего дома? К жильцам сейчас попу. Мы пока говорим о коммунальных платежах. Ну это коммунальных платежей касается. Давайте. Я просто хочу обратиться к жильцам нашего дома по Щербакова 5. Я была в пятницу буквально в Московском индустриальном банке, и они пошли нам на уступку, чтобы не ждать, когда нам придут квитанции в конце концов. Я договорилась, что вы можете пойти с квитанциями, которые вам пришли, Ростельхозбанка, Московский индустриальный банк, но там вы должны сказать, что я хочу оплатить за капитальный ремонт, почерк Бакова 5, на счет Московского индустриального банка. От вас им нужна квитанция, которая приходила на Ростельхозбанк, деньги будут зачислены на счет нашего банка, с которым мы заключили договор. Да, да. Вот. И платежи можно производить вот с сентября месяца, так как в августе месяце у нас заключен договор с Московским индустриальным банком. Ну а деньги с Ростельхозбанка уже я потом буду решать, как со счета на счет переводить. Это очень трудоемое. Татьяна Петровна, спасибо. Поэтому мы расстроены этим. Так, пожалуйста. Я хотел бы, пользуясь случаем, обратиться к жителям города и попросить их не ждать ни контролеров, не ждать маленьких УДНов. Они сами по себе не будут такими. То есть наведите, пожалуйста, порядок в своих домах. И тогда эта проблема сама собой идет. Спасибо. Уважаемые наши гости, решите вас поблагодарить за то, что вы нашли время прийти на эту встречу. Мы с вами попробовались разобраться все-таки, кому могут выплачивать субсидии по коммунальным услугам, какие виды есть коммунальных услуг, даже коснулись моих вопросов. Спасибо вам и приходите к нам чаще, будем с вами работать. Всего вам доброго. Спасибо вам. До свидания. Спасибо, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!